От здравоохранения до образовательных программ. Студенческий форум под названием «Россия-Асиан» стартовал еще до официального открытия ВЭФ. Студенческий форум открылся, как и положено, в День знаний. Более 150 государственных деятелей, ректоров, ученых и экспертов, ведущих университетов, представителей деловых кругов России и стран Асиан. Университетский форум стал центральным событием в череде мероприятий, посвященных юбилею партнерских отношений нашей страны с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Россия дружит с Асиан уже 20 лет. Так, в мае текущего года в Сочи была принята комплексная программа действия на очередные 5 лет. И если говорить о площадке, на которой собрались его участники в этот раз, а именно о Дальневосточном федеральном университете, то на сегодняшний день здесь обучается более 2500 студентов из 49 стран. При этом из 6 стран Асиан 127 человек, преимущественно из Вьетнама. Есть также студенты из Индонезии, Лаоса, Малайзии, Таиланда, Сингапура. И задача, в том числе форума, как можно больше обмениваться опытом и отправлять на стажировки студентов с обеих сторон. Организация трех молодежных сайтов. Последний день прошел здесь, в Вьетнаме, на Вьетнаме. Добро пожал очень позитивную реакцию. Примеры совместных университетских проектов, продвижения исследований и внедрения их в производство привели в первый день заседаний. Так, варианты сотрудничества с Россией предложил представитель Таиланда. По мнению президента университета принца Сонггла, наши учебные заведения, объединив усилия, могут добиться больших успехов в областях логистики и медицины, в сферах науки и технологии, например, в создании научных парков. На второй день участников форума приветствовал Сергей Лавров. Лично министр иностранных дел России присутствовать не смог. Приветственное слово от его имени зачитал заместитель Игорь Маргулов. Мы заинтересованы в предании системы и многопрофильных характеров. Решение этой задачи, собственно, и направлено в юридический форум. Мы рассматриваем его как перспективную площадку для мобилизации весового и интеллектуального потенциала нашего государства. На заседании присутствовала и новый министр образования Ольга Васильева. К собравшимся она обратилась не только с призывами о развитии сотрудничества, но и с конкретными цифрами. Так, на протяжении последних нескольких лет прием граждан из стран ОСИАН в российские вузы составляет полторы тысячи человек. В 15-м году прием студентов из служебных местах состоялось в 223 человек, которые задал рост. Прием почти на 20%. Министерство образования и науки России из-за того, что сотрудничество на первые тысячи годы на учения студентов из стран ОСИАН и в целом в 13-м годах в год увеличились примерно на 38%. В связи со странами ОСИАН Ольга Васильева предложила не только в сфере высшего, но и профессионального образования, с которым тесно связаны и другие сферы. Поэтому министерская пленарная сессия символически завершилась официальным стартом Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче», проводимого при поддержке Министерства энергетики России. Инна Щедрова, Василий Косилов. Новости на Восьмом. Новости на Восьмом.